А что если я вам скажу, что на российских площадках можно купить неплохой видеорегистратор на каждый день буквально за 2 с небольшим тысячи? У него будет хорошая съёмка и днём, и ночью, отличное качество сборки, суперконденсатор, вайфай и быстрый доступ к файлам со смартфона. Привет, друзья! О нём сегодня и поговорим. Продаётся гаджет в простой белой коробке, никаких излишеств, но оно и понятно, всё максимально бюджетно, для приятной цены, без ущерба самому гаджету. Комплект разделён на две составляющих. В первом блоке провод питания и розетка для прикуривателя. Кстати, даже в такой бюджетной модели она имеет два входа и параллельно можно заряжать другое устройство. Это хорошо. Во второй коробке мы видим сам видеорегистратор. Приятный и продолговатый корпус напоминает всем известную модель от компании 70maya. Бюджетник Dashcam 1S. Но в этом и фишка, что данное устройство можно купить и дешевле, и в России. Кстати, в одном из следующих выпусков мы обязательно сравним это Meco 70maya Dashcam 1S, про который все так говорят, сделаем выводы, кто из них круче, сравним картинки и разыграем эти оба устройства среди подписчиков. Так что следите за новостями. Итак, на корпусе мы видим всего две кнопки. Для принудительного включения или выключения и для экстренной фотографии или блокировки файлов. Хотя по факту даже они не нужны, так как включается все автоматически, а экстренную блокировку можно сделать G-сенсором. Который, кстати, здесь вполне корректно работает. С торца мы видим вход для флешки и отверстие для питания. Кстати, поддерживают с картой до 128 гигабайт. Крепление на корпусе поворотное, на 360 градусов. На нем сразу наклеен двусторонний 3М-скотч. Но также в комплекте есть и запасной такой же, и пленка для удобства последующего снятия с лобового стекла. Да, инструкция на устройство тоже есть, и все на русском языке. Кстати, в ней мы можем найти два QR-кода для быстрого скачивания нужного приложения. В моем случае программа называется «Тень дороги». Да, адаптация не самая лучшая, но что нам название, если главное – это функционал. А вот с ним как раз-таки никаких проблем. Wi-Fi в гаджете включен по умолчанию. Нам остается лишь подсоединиться к устройству, набрав пароль от 1 до 8. И все, теперь мы можем наблюдать за изображением в режиме реального времени и настроить необходимый угол для корректной съемки. Также в устройстве можно настроить качество изображения, чувствительность G-сенсора и даже перевернуть изображение, если это необходимо по каким-то причинам. Ну и конечно, мы также с легкостью в пару кликов можем просмотреть записанное видео или скачать его на ваш смартфон. Так, теперь про изображение. И на мой взгляд, за 2000 с небольшим оно очень даже ничего. Несмотря на то, что в приложении и в свойствах файла указано разрешение 2304 на 1296, в действительности запись ведется в честной Full HD съемке 1920 на 1080. То есть по факту изображение интерполировали. Для чего это сделано – не знаю, ведь даже Full HD для такого устройства очень даже хорошо. Днем гаджет отлично отрабатывает заявленный функционал. Проезжая во дворах, стоя в пробке или двигаясь просто по дороге, номера считываются приемлемо. А ситуация на дороге в целом и подавно фиксируется на отлично. Да, диких показателей от такого бюджетника ждать и не приходится, но и того, что мы имеем, более чем достаточно. Теперь давайте про ночную съемку. Отличный я ее, конечно, назвать не могу. И встречный поток автомобилей на плохо освещенных участках дороги уловить нельзя. Но в остальном, для своих двух с небольшим тысяч очень даже ничего. Даже во время движения, просматривая видео, мы можем считать номера автомобилей. И на моей практике иногда даже устройства за 5-7 тысяч считывали номера ночью гораздо хуже. Ну а сейчас проверим качество звука записи бюджетного видеорегистратора. Я не знаю, насколько оно хорошее, посмотреть могу только на посте. Но надеюсь, что никаких проблем с записью звука тут не будет. Говорю я чуть выше среднего, вот таким образом говорю, как обычно, если с кем-то в машине разговариваю. Посмотрим, специально накидывать звук и прибавлять его в монтажной программе не буду. Ну, посмотрим все как есть. Закончу, наверное, информацией о том, что G10 Pro отлично выдерживает перепады температур, потому что имеет суперконденсатор. При этом он не может накапливать заряд и использоваться как переносная камера, так как технически не имеет аккумулятора. Ну, как-то так. По итогу смело могу сказать, что этот красавец за две с небольшим тысячи точно заслуживает нашего внимания. И может доказать вашу невиновность в случае каких-либо проблем. Добавьте к этому компактные габариты и удобное приложение. В общем, точно рекомендую к покупке тем, кому это необходимо. Ссылку на проверенных продавцов я оставлю в описании к этому видео. Ну, а на сегодня все. Следите за новыми видео, участвуйте в конкурсе и, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных гаджетов. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова